Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новый выпуск. Давайте посмотрим на рич-лист XRP. Это список, в котором содержится информация о всех существующих на планете кошельках XRP. Я хочу показать вам разницу между умными деньгами, то есть миллиардерами, мультимиллионерами и так далее, и просто розничными деньгами, обычными инвесторами. Массами управляют новости, и в свою очередь именно умные деньги контролируют новости. Массы ассоциируются с эмоциями, а умные деньги, богатейшие люди планеты, руководствуются логическими причинами и инсайдерской информацией. Взгляните на эти графики. Здесь видно, что всего лишь 0,01% кошельков XRP владеет в среднем 26 миллионами XRP. Именно они сейчас покупают монеты в тот момент, когда кошельки других уровней их продают. Как мы видим, богатые становятся богаче, а бедные беднее. Причем бедные делают это добровольно. Давайте я расскажу вам кое-что еще. Джефф Безос, Уоррен Баффетт, Apple, Microsoft, BlackRock. Все они продают свои акции. Миллиардеры продают традиционные акции, а в случае Уоррена Баффетта он покупает акции Bank of America и продает свои остальные банковские акции. Именно так действуют умные деньги, хеджируют свои ставки на будущее. Bank of America известный партнер Ripple, а XRP это секретное оружие Ripple. Миллионеры и миллиардеры покупают XRP в то время как розничные инвесторы и трейдеры его продают, фиксируя прибыль. О чем это говорит вам? Есть фундаментальные причины, по которым люди постоянно холдят XRP вот уже 3 года. Эти фундаментальные причины уже приносят свои плоды. Вот еще один пример новостей для масс. Криптомайк пишет, что Binance объявила закрытие обслуживания для клиентов из США через 14 дней, а Coinbase Pro убрала возможность маржинальной торговли 25 ноября. Криптомайк считает, что это и есть та самая регуляторная ясность, которую все ожидают. Но при чем тут эти новости и регуляторная ясность, спросите вы? Действительно не все так очевидно на первый взгляд. Для многих, кто находится в XRP комьюнити достаточно долго, уже давно очевидно, что регуляторная ясность это сдерживающий фактор, который уже долгое время влияет на цену токена XRP. Среди комьюнити ходят слухи, что появление регулирования даст XRP почву для процветания. CoinDesk опубликовал новость о том, что Binance предоставил пользователями США всего лишь две недели для того, чтобы они сняли свои средства. Наиболее надежные криптобиржи удваивают усилия для того, чтобы убрать пользователей США со своих платформ. Почему это происходит? Видимо потому, что регулирование криптовалют и криптовалютных бирж в Соединенных Штатах уже на носу. Вот как-то так я вижу эти две новости. Именно эти две новости показывают нам, что регуляторная ясность уже на столе. Джей Клейтон из комиссии по ценным бумагам и биржам покинул свой пост и теперь мы видим значительное ускорение всех этих событий. Видимо его уход с должности тоже не является совпадением. Мы получили ясность и небольшой памп цены XRP в 200-300%. Все это произошло из-за умных денег. Такие деньги присоединяются к процессу, потому что они знают, что будет дальше. Конечно же я не могу точно знать, что происходит и что будет. Я могу только спекулировать, имея какую-то информацию. Но я делаю это уже долгое время и все спекуляции наконец начинают приносить свои плоды. Наконец начинают отображаться в реальности. А самое главное не требует от вас каких-либо действий. Только лишь нажать на кнопку лайка и подписки. Кстати, сделайте это прямо сейчас. Давайте наберем хотя бы 3000 лайков под этим видео. Это помогает моему каналу и мотивирует меня работать дальше. Я ни о чем не говорю без причины. И сейчас вам нужно быть особенно внимательными к тому, что произойдет в ближайшие несколько недель. Это будет нечто очень мощное. И в это замешана комиссия по ценным бумагам и биржам США. Глава разведки Соединенных Штатов выразила беспокоенность в обращении комиссии из-за доминирования Китая в криптопространстве. Весь азиатский регион сейчас намного опережает Соединенные Штаты в этой криптогонке. А Китай фактически контролирует всю отрасль майнинга биткоина. США признают, что они очень отстали в развитии криптопространства. И для них это уже перестает быть смешным. Некоторые говорят, что этот вопрос классифицируется как угроза национальной безопасности. И сейчас мы уже видим, что данная тема получила свое развитие. Я уже давно намекал, что что-то подобное обязательно произойдет. И сейчас мы видим, как главные крипто-СМИ начинают сообщать именно о таких событиях. Нужно быть в курсе происходящих событий и не забывать, что цифровой юань уже активно используется в бета-версии. А цифрового доллара до сих пор нет. Уже сейчас 50 тысяч китайцев тестируют цифровой юань. Однако я верю, что все может очень быстро поменяться как раз таки поэтому. Ожидаем регуляторные разъяснения в США в скором времени. Об этом не говорят, но это чувствуется, если проследить за криптовалютными биржами, которые собираются закрывать доступ американским пользователям. Что касается цены XRP, она откатилась до 50 центов. Практически 30% отката. На Coinbase цена достигала 92 центов. Это должно показать вам, как быстро эти рынки способны двигаться. Всего 2 дня понадобилось, чтобы вырасти на 200-300%. И 1 день, чтобы обвалиться на 30%. Это означает лишь одно. Если вы ждете хороших точек входа или выхода, вы останетесь не у дел. Скорость рынка не позволит вам участвовать. Ваши позиции должны были быть накоплены точно так же, как это делали крупные деньги. Точно так же, как это делал я, когда Ripple XRP стоил 15, 20 и 30 центов. Об этом я снимал видео на своем канале. Я последовал своей стратегии и вывел то, что кровно принадлежит мне. Остальное я оставил в Ripple XRP и не намерен продавать еще долго, потому что я долгосрочный инвестор. И сейчас я говорю только о своем инвестиционном портфеле, а не о спекулятивном. Спекулятивным я, конечно же, балуюсь. Теперь, когда я окупил свою инвестицию, это безопасный холд, который больше никогда не попортит мне нервы. Я всегда всем советую при получении прибыли фиксировать то, что вы вложили. Вложили тысячу долларов, заработали две, заберите свою тысячу обратно. Это единственный способ не получить инфаркт на таких волатильных рынках. Все, что вам нужно сделать, это буквально купить, возвратить свое и затем холдить. В таком случае вы точно не ошибетесь. Bearable Bull говорит, что Ripple в следующей волне роста вырастет к отметкам от 1 до 10 долларов за токен. Самые громкие хейтеры Ripple XRP скорее всего холдят XRP сами. В следующей волне взлета цены я ожидаю цену от 1 до 5 долларов. И перед этим XRP ждет период волатильности. Но все равно, все, что вам нужно, это холдить. Если вы покупаете что-то и холдите, это потому что вы понимаете это. Знаете фундаментальные причины за этой криптовалютой? Почему я не торгую? Потому что на таком рынке это нереально сложно. Одна ошибка и ты можешь пропустить весь Bull Run. Настоящий Bull Run. Не этот маленький всплеск, что мы видим сейчас. Друзья, если вы облажаетесь, этот шанс будет упущен. Ребята, я не финансовый советчик, и это не финансовый совет. Меня зовут Богатейший Ди. Не забудьте поставить лайк, мне будет очень приятно. А также подписывайтесь на канал, телеграмм, жмите колокольчик, делитесь видео с друзьями, комментируйте и обязательно богатейте. До скорого. До скорого.